Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Сегодня у нас с вами будет влог, можно сказать, предновогодний, потому что сегодня мы собираемся поехать и обязательно купить ёлку. Мы уже выбрали, где мы её будем брать. Онлайн-заказы отпадают, хотя там получается в два раза дешевле. Мы решили, что мы должны ёлку увидеть, пощупать, потрогать и потом уже купить. Там есть три варианта. В общем, я вам всё это дело покажу. Слишком большую мы покупать не будем. Самая большая, по-моему, 2 метра 20 сантиметров, хотя у нас потолки очень высокие, у нас новостройка, мы можем себе это позволить. В принципе, я не вижу смысла покупать настолько большую ёлку для небольшой квартиры. У нас трёхкомнатная квартира, но, несмотря на это, у нас не очень большие комнаты. Я думаю, что в дальнейшем тоже она будет занимать очень много места. Поэтому я думаю, что метр восемьдесят, где-то два метра это достаточно. Я сплю вот здесь, вот моя голова, и Твикс всегда здесь лежит. Всю ночь он спит. Вот ни грамма звука не издаёт. Потому что знает, что хозяйка спит, поэтому я тоже сплю. Потом утром я тоже просыпаюсь вместе с ней. Он настолько активный. Я даже прям не знаю, что делать. В нём столько энергии. Посмотрите, какую слёдость. Он слёдость, слёдость. Твикс. Твикс. Он уже знает, что его зовут Твикс. Я уже смонтировала видео, и у меня, как назло, вышел герпес. У меня не остались таблетки от герпеса, а цикловир? В общем, мазью я помазала, но не люблю такие казусы. Мы уже все дела закончили. Маме, собирайся, поедем покупать ёлочку, наконец-то. Причём, ту ёлочку, которую хочет мама. Я предлагала купить бюджетней. Мама не соглашается. Раз покупаем, покупаем нормальную. Ещё надо сочетающиеся игрушки. Ну, я вам, в общем-то, в магазине всё покажу и расскажу. Мама не соглашается. Ещё с мамой не дошли до магазина. Уже спорим, какие игрушки мы будем покупать для нашей новой ёлки. Я предлагаю купить одного цвета и разных размеров. Мама говорит, лучше одного размера, но просто разных цветов. Там какие-то мама увидела, ей очень понравились. В общем, сейчас пойдём и на месте уже будем решать, что берём, как берём. Давненько, да, мам, у нас не было ёлки? Да. Ну, в детстве всегда была натуральная ёлка. Красиво ещё пахло так, прям нечто. Не сравнится с искусственной. А я, кстати, в комментариях читала, мне написали, что есть специальные ароматизованные свечи, которые ты зажигаешь рядом с ёлкой. И пахнет прям пихтой, пахнет елью. Так что, если не спалим квартиру, будет хорошо. Чисто случайно встретила маму Твикса. А сестры, кстати, нету. А эту кто? А может, мам, это не мама Твикса? Здесь их много. Дружная семья. Не знаю, где мама Твикса. Они все похожи друг на дружку. Но живут они неплохо. Посмотрите, какой толстенький. И вот этот вот. Вот, не знаю, где мама. Вроде как это мама. А это какой-то пацан. Может, папа. Но это не точно. В прошлый раз пришла с кормом. Не нашла их. В этот раз без корма. Но чисто случайно наткнулась. Девочку подобрали. Моя реклама действенная. Уже нету. Надеюсь, что в надёжных руках. Эти ёлки стоят значительно дешевле. Но как-то качество мне не очень нравится. Смотрится дёшево, по-моему. Гляньте, какая прелесть. Для ребёнка на Новый год. Очень красиво, по-моему. Написано Merry Christmas. Ещё есть вот такая расцветка. Угадайте, сколько стоят такие классные носочки. Не угадали. Стоят всего один монат. Один монат это 45 рублей. Прикиньте. Эти мне нравятся намного больше. Но они детские. Моего размера нет. Смотрю на все эти вещи. И прям новогоднее настроение появляется. Здесь ещё такая дурацкая ёлочка. И игрушки. А вот эти вот малюсенькие ёлочки. Стоят по 6 монат. Мне больше нравятся со снегом. Новогодняя клеёнка стоит метр 3 моната 50 копеек. А такой бюджетный подарок можно подарить кому-то на Новый год. Я не сразу врубила, что это. Это, видимо, носочки такие с пальчиками. Смотрится очень мило по мне. Но брать не буду. Много здесь всего. Такой подсвечник. Красиво и очень дёшево. Ёлочка. А вот и ёлка, которая понравилась маме. Правда, её здесь нету. Её уже купили. Но в коробке в запечатанном виде есть. Очень красиво по мне. По идее, можно взять ещё и маленькую. Поставить на стол. Во время мукфанка будет смотреться бомба. Ну а вот эту красавицу большую мы берём. В детстве очень нравились подобные игрушки. Стоит один монат. 45 рублей. Вот и на всё. Также здесь много игрушек. Вот такой вот наборчик стоит 2 моната. И такой тоже красный. Очень красивый. Вот мы не можем определиться, какого цвета брать. С одной стороны, я думаю, может взять все одного цвета. Например, синие. Кстати, они тоже стоят 2 моната. Или вот такую вот красоту. Тоже 2 моната стоят. Пусть даже разноцветные будут. Почему нет? Или всё красное сделать. Здесь прям столько всего. Глаза разбегаются. Новогодняя атмосфера. Нужно взять такие крупные. Тоже смотрится ничо. Но таких золотых нету, к сожалению. Есть вот зелёные. Красота. Забыла, как называются вот эти вот мешки. Или как носочки. Мэри Крисмас. Очень крутое качество. Как и на видео не понять. Стоит 2 моната. Это 90 рублей. Но я боюсь, что у нас у двери украдут. Поэтому не будем рисковать. Наверное, брать не будем. Но очень красиво смотрится. Вязаный дедушка выглядит очень оригинально. Стоит 1 монат. 45 рублей. А это, видимо, вешать на дверь. Только я не поняла, на входной или просто между комнатами. Такие бантики. Тоже непонятно куда. Наверное, на ёлку. Очень красиво. Выбор просто огромный здесь. Смотрите, какие красивые. И стоят очень бюджетно. Здесь всё стоит очень бюджетно. Можно купить где-то 5 наборов вот таких игрушек, которые сочетаются между собой. Посмотрите, здесь даже шишечки есть. Снежинки разных размеров и разной формы. Это, наверное, чтобы поклеить на стёкла окон. Чтобы создать новогоднюю атмосферу. Ведь снега же в боку нету. Вот такие бантики. Это, наверное, на ёлочку. Стоит 1 монат всего. Вот эти красные, мне кажется, смотрятся богаче. Дедушки Морозы, не знаю, снеговики. Чего только здесь нету. Было бы желание и деньги. Мы тут уже растерялись. Думаем взять такие игрушки и вот такие. С чем это будет сочетаться? Или взять одного цвета? Все одинаковые. Вот в чём вопрос. Кстати, это уже бомба. Но золотых таких нету. Ну всё, мы купили ёлку. Она ужасно тяжёлая. Купили игрушки. Не знаю, хватит, не хватит. Вроде игрушек взяли немного. Я вам поснимала, что там есть интересненького. Сколько народу там было. Это было нечто. Прям все покупают. На кассе очередь. Скидочку нам не сделали. Но ничего. Зато ёлка нормальная. Надеюсь, что соберём и без никаких проблем. Не получится так, что какой-то детали нету. Надо возвращаться обратно. В общем, ненавижу эти казусы. Так, мы уже дома. Купили всё в одном магазине. Там всё стоило бюджетно. Да и качественно, если честно. Вот первые ёлки, которые я вам показывала, они были ужасного качества. Эту вроде мы не открывали пока что. Не собирали. Собирать будем вместе. Но я, если честно, немножко переживаю. Всегда, когда я покупаю, не посмотрев, получается какая-то попа. Вот стопудово сейчас откроем. Какой-то детали не будет. Надо будет обратно ехать. Но вроде как продавщица сказала, что если что, на нас ответственно. Если чего не будет в коробке, то вы можете смело приходить. Но просто дело в том, что приходить не ахота. Как ты думаешь, легко собирается ёлка? Ты когда-то собирал такие? Конечно. Он сказал, что там типа 15, 14. В общем, ёлка 2 метра 10 сантиметров. В общем, на коробке написано с Новым Годом. Тяжёлая достаточно. Ой, какая тяжёлая. Но меня радует, что она тяжёлая. Значит, нормальный каркас. Вот так вот выглядит коробочка. Была чуть повыше этой. Вот то, что я вам показывала на витрине, вот как раз-таки этой ёлки на витрине не было. Вот это не самая высокая, не то, что рядом с ней средняя. Это между ними. В общем. Самую длинную брать не стали. Мама сказала, что зачем? У нас даже такого места нету, куда можно поставить. Поэтому 2,10 для нас это идеально. И игрушки. И игрушки. Долго думали, какого цвета игрушки брать. Изначально я вообще хотела все игрушки одного цвета. Но потом мы с мамой передумали, увидев вот эту вот красоту. Два моната стоили. Каждая. То есть. Дальше. Распаковочка. Вот такие вот бусины золотого цвета. Монат стоила. Они чуть помельче. Можете посмотреть, бракованная она вроде как. А нет, мне показалось. Казалось мне ничем. И еще мы взяли вот такие бусы. Эти стоили 2 моната, но они покрупнее. Вот вы можете заметить. И эти подлиннее, эти покороче. Дальше еще опять же такие же бусы. Надеюсь, что хватит на эту елку. Если не хватит, у нас есть в коробке... Дома тоже есть, да? Старые. Да, в случае чего есть в коробке старые наши игрушки, которые еще в Саратове. На натуральной елке висели годами просто. Дальше вот такая красота. Мы даже не проверили, все они целые или нет. Это просто... Там были и разбитые. Да? Да. В общем, вот такая вот бандура стоит 2 моната. И взяли в золоте. В золоте очень богато смотрится. Да и вообще, мне кажется, эти два цвета очень сочетаются между собой. Вот. В общем, елка была просто зеленая и была со снегом. Мы взяли со снегом. Она стоила дороже, но мы решили не экономить. Мы же олигархи, понимаете? Жизнь прекрасна. Вот гляньте, здесь номерки. Вот 5. Их надо как-то отдельно друг от друга. Тяжелый. Мам, чувствую, что будет качественная елка. Здесь вот один. Это, наверное, на самой макушке. Пазл собирать будем. До утра у нас есть занятия. Здесь еще шишечки. Их надо как-то делать. смотрите какой помощник у меня тут пришел мастер вместе с ним легко мужчина в доме принципе все легко собирается пока что эти пакетики мы не снимаем соберем до конца точнее соберу сладость не трогать икс представляю как он будет издеваться над этой елкой ему уже понравилось он подумал что его игрушку купили да подожди ты и видишь мама работает убери палатку твикс нельзя с ним точно не соберешь и и и и и Продолжение следует... 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 одного цвета не взяли скучно короче давайте украшать украшаем очень маленькие игрушки надо было крупные сейчас украсим посмотрим как получится а мы тут вовсю украшаем честно очень устали особенно стал твикс вроде как нормально по мне получилось очень даже ничего так последние штыки дождь лодки мой тело сортки прям по цвет прыг мне сегодня я сегодня голубой дедушка мороз с его вот так вот такая вот красивая елочка получилось как вы думаете мало игрушек или нет пишите в комментариях стоит ли что-то докупать или и так достаточно достаточно высокая как вы видите сколько у нас потолки мам 280 у нас потолки это 210 красота разместили мы елочку и очень-очень устали мам ты устала очень устали надо еще убирать бардак который остался после елочки и будут интересные мукбанки на фоне елки нам тогда с тобой придется стол передвинуть чтобы здесь снимать и вот такой вот у нас бардак нужно это все убрать и сейчас сядем с мамой путь и очку это очень вкусные такие ну все вот мы с мамой уже сели маму я не снимаю потому что покажу вам ногти кстати вот смотрите вот моя работа смотрите моя работа все держится мам ты довольна довольна скажи честно довольна хорошо держится я даже перчатки не ношу хвали меня хвали вот скоро будем делать коррекцию если вам интересно я вам засниму будем уже делать дизайн хочешь ты этого или нет честно говоря я не хочу здесь у нас арахис будем пить чай на фоне у нас елочка вот такая вот красивая и почему-то у меня настроение нового года это же елка кстати семья была бы не в полном сборе если бы не было бы сыночка кстати я вам забыла показать носочки которые я купила в магазине сейчас вам покажу так очень мне понравились носки такие новогодние гляньте просто раз красота два мама говорит что они не очень качественные но все равно атмосферу нового года они дают и вот эти вот эти кстати стоили подороже мне кажется если честно они мне не подойдут очень уж маленькие разве нет мам да они тянутся да вот такая вот красота в общем заключительный штрих это гирлянда которую я кстати не додумалась достать из под коробки мама достала и украсила и получилась вообще пушка идеи сегодня было сложно уже вынуждена с вами попрощаться иду смывать макияж и спать да маме ложимся рано спать и завтра рано встаем каждый день мы так планируем и никогда у нас не получаете раньше думала что моим будильником будет викс но он оказывается тоже любит поспать в общем всех целую спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю